Добрый день, коллеги! Рады приветствовать вас на пресс-конференции. Впервые проходит чемпионат Европы по регби на снегу. Впервые он проходит в Москве. Мы делаем это в первый раз, и в первый раз вообще в истории. В Европе такого никогда не было, в мире пока тоже. И вот Россия вновь становится первопроходцем. Пишем историю, то есть это первый чемпионат Европы на снегу. Для нас это будет новый опыт, новая дисциплина. Главным, наверное, президентом на победу является сборная России, однако... В соревнованиях принимают участие 10 стран, представляющих Европу. Конечно, те погодные условия, в которых будет проводиться турнир, вообще говоря, являются уникальными. Впервые в Москве 20 декабря стоит устойчивый плюс и нету снега. Полагаем, что в дальнейшем данная дисциплина будет развиваться, и мы получим действительно такой массовый глобальный вид спорта. Сборная России по рыбам на снегу составлена из игроков, из ребят, которые играют в пляжный регион. То есть они будут уже участвовать во многих чемпионатах Европы. 10 из них в июле 2019 года стали чемпионами Европы по пляжному регби. Первый в истории чемпионат Европы по, внимание, снежному регби. Мы знаем пляжное регби, мы знаем обычное, но вот теперь на снегу. Все это происходит в Москве. Другое дело то, что в столице снега нет. Но, как нам рассказали, в центр пляжных видов спорта привезли снег со всей Московской области. Знаю, где они его нашли, но в данном случае это не снег. Вы посмотрите, это лед, натуральный лед. Как играть здесь непонятно, но тем не менее чемпионат Европы пройдет именно на этой площадке. Привезли из горнолыжного курорта. Этот снег изготовлен искусственно. Вот таким оборудованием. Это что за оборудование? Это снежная пушка, которая изготавливает воздушно-водную смесь. И при естественных погодных условиях, то есть минимум минус 4, она производит снег. Итак, что делают с этим льдом? Его просто-напросто измельчают и стараются сделать из него какое-то подобие снега. Товарищ капитан, давайте возьмем в руку что-нибудь. И как? Лед? Кусок льда? Лед, лед. И как играть? Я думаю, уже на разминке он превратится в снег. Я думаю, организаторы сейчас быстро все приведут в норму. А, вы... Конечно, с помощью, да. Да, конечно. Прогноз давать не хочу. Есть определенная цель, к которой мы стремимся. Я думаю, первое место будет закономерно. На чемпионате Европы, что важно, сыграют как мужские, так и женские команды. По 8 столь с другой стороны. Парней на тренировке мы уже видели. А пока ходили мы снимать замечательное снежное поле, на разминку вышли девчонки. Я думаю, мы, что-то займем первое место. Так уверенно? Да, потому что мы хорошо готовились. И готовились действительно на настоящем снегу. У нас была хорошая подготовка. Она была в Перми, где есть снег. Натуральный. Да. Ну, на самом деле, эти условия чуть усугубляют игру, потому что мерзнутые руки и ноги. Ты не знаешь, как бы потеплее одеться. АПлю方. АПлючик. АПЛОКО expressions. АПЛОКО goose Hack. АПЛОК quais facet zie и 굉장 bollUS team. АПЛОК� перемещают игру. АПЛОК clone. АПЛОКäsvie toysается. Оставили мяч без контроля, это очень чревато. Все одни там двухметровые толстухи. Вас отобрали для того, чтобы вы показали все, что можно сделать. Самые свои лучшие качества. Хорошо, девочки? Поэтому каждый раз взяли мяч. Отвечайте за этот мяч. И Россия! Товарищ капитан, как настрой команды перед дебютной игрой? Сама я нервничаю, если честно. Девчонки настроены, по ним это видно. Вы же не пробовали эту площадку. Вот это самое странное, да? Там такие глыбы большие. Я надеюсь, что сейчас девочки, которые сыграли первые две игры, помяли нам немножко площадочку и будет помягче. Все, желаем удачи. Сами, сами играем! Хорошо, все, все, все! Пойдем, пойдем! Поменялись, все пять, все пять, пять! Гелий, я не понял, что это было такое? И не захват! Что у нас с самого начала было? Захват мощнее делаешь. Что ты отпускаешь, играет с мячом еще тем более? Когда вы вышли на эту поляну, первая мысль, первое ощущение? Первая мысль, что снег все-таки хороший, и, как вы видели, была возможность степить. Это главное наше преимущество за счет того, что тренер подбирал более подвижных таких игроков, чтобы можно было уходить от контакта. Девочки, захваток понадежнее. Туда и всех. Не надо на себя ронять. Заносить больно было, да, когда? Ну, вообще, да. Очень... Потому что замерзшие руки тоже. Там лед зачеткий и песок, и это все царапает. Полностью тело отбиваешь за счет вдышек. Спокойно, да, уже как? Ну да, когда 7-0, что тут? 8. Уже 8? Парок! Поменяйте, поменяйте, быстрее. Пресс, пресс, пресс! Коллега, что-то серьезное мы видели, да, с губой? Ну, не с губой, а с носом. Просто разбили. Она девочка стойкая, рыбистка все-таки, поэтому у нее все будет хорошо. Снега нет в Москве. Почему? А мы его весь сюда снесли. Это весь, это весь снег? Ну, кризис. Новогоднее настроение создается? С Новым годом всех поздравляем! Ну и, конечно же, поднимаем всем настроение. Ты знаешь, что это за персонаж? Как его зовут? Это Санта. Санта? Да. По-русски это звучит как Дед Мороз. Дед Мороз. Да, да, это по-русски. Дед Мороз. Русский, да. Очень хорошо. Надо хорошо начать. Хорошо начать. Попробовать в поляну. Вот все, что мы сделали, надо попробовать с этой командой. Норвегияна – это та команда, которая нам сейчас это даст все попробовать. Пусть учится играть в пляжный снежный риг. Пусть учится играть. От вас пут учится. Лучше в Европе вас нет. Товарищ капитан, ну как, как, как? Настрой хороший, все нормально. Мандраж есть небольшой. Верьезно, волнуйтесь. Я же говорил, что мы люди же. Сейчас нормально все будет. Уйдешь, уйдешь, уйдешь. Замены все, все. Петя, Петь, да, Петь, давай. Я говорю, ребята, мяч уходит вперед. Прижимать надо его. Держать мяч. Держать надо мяч. Все, работай, работай. Пойдем, пойдем. Все, я вошел, вошел. Все, кайф. Кай, Роун, кай, кай. Хорошо. Пресс! На своего лоба, на своего, отлично. Скинь, 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 Петь, скинь. Скинь! Палена хорошая, но скользкая. Скользкая? Скользкая, да. Падать как? Падать не больно. Разрыхлили, как я и говорил. Вы что, как палена салом? А? Как палена салом. Ноги не это. Ну, финтов не получается, да? Нет. Ну, значит, надо играть так, как раз. Как-то вот прям очень легко, такое ощущение, вроде, в Норвегии. Ну, мы готовились, не знаю, Норвегия, может, не готовилась. Отыграли где-то на процент 80 от своей возможности. С нами Александра Алисеенко, капитан женской сборной России по снежному регби. Она утверждает, что сможет меня сдвинуть с места. Я, конечно же, в это не верю, потому что я где-то около 80 килограммов. Ты действительно сможешь меня сдвинуть? Ну, да, нам не такое... Да, не таких двигать приходилось. Серьезно? Конечно. То есть я, ну, я буду упираться. Упираться? Могу упираться же? Ну, да. Да? Хорошо. Давай, только аккуратно. Можно начинать? Давай. Ну, подожди, давай еще раз. Давай, давай. Так, смотри, у нас есть линия, товарищ оператор, покажите, у нас есть линия. Но вот здесь-то, конечно, ты меня не сдвинешь. Давай, Баромаем. Раз, два, три. Духа. Духа. Подожди. Духа. Слушай, это без шансов. Понятно, да? Какие люди у нас играют за женскую команду? Монстры просто, монстры. Стараемся. И женская сборная, и мужская в остальных матчах вообще не замечали своих соперников. И, ожидаемо, для себя, без особых проблем, смогли пройти финал первого чемпионата Европы. Другие же команды попытались хотя бы попасть в тройку. Ну, а мы же решили увидеть игру настолько близко, насколько это вообще возможно. Поскольку этот чемпионат Европы по снежному регби – это эксперимент, у нас тоже будут свои эксперименты. Мы попробуем увидеть игру глазами главного рефери, тот, который работает в поле. Ага, так. Да, вот с нами Георгий Коп, наш старый знакомый, лучший арбитр 2018 года. Супер. Супер. Требет! 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 Аня! Требет! Требет! Остается совсем немного времени до того момента, когда на поле появятся сборные команды Дорвегии России. Женские сборные, которые будут играть матчи за главные трофеи Чемпионата Европы, за первое место, за звание Чемпиона Европы. Команда готова. Готова. На 100% готова. Волнуешься, нет? Есть такое. Не без этого. Финал же все-таки. Собрано сейчас что? Да, да. Шире! 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 Хорош! Вышли, быстро, быстро! Дышим, дышим, девочки! Хорошо, быстро, вышли! Шире, оттой! Хорош, пияемся, пияемся! Да! Сейчас второй тайм. Они устали. Нужно грамотно сказать. Грамотно. Хороший натиск, хороший пресс, но уже в атаке не торопиться. Хорошо? Молодец, Сань! Отлично! И на этом финальный матч совершил сборная команда России. Победитель Чемпионата Европы. Борей Беснежная с рижевских команд. Со счетом 8-0 в финале повержены норвежки. Если честно, я даже не могу описать эти чувства, насколько это очень круто. Это просто восхитительно, на самом деле. Понимания вообще нет. Ну, пока что еще не пришло сознание того, что все-таки мы выиграли. Тем не менее, истинные любители спорта, любители регби пришли на стадион. И вот сейчас будут поддерживать сборную команду России в матче за первое место Чемпионата Европы против сильной команды Румынии. Дома нельзя проигрывать. Никто в этом даже не думает. Давай. Что внутри сейчас перед выходом на арену? Ничего. Обычная абсолютная игра. Три-четыре раз! Вперед! 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 Все, замены! Денис Троценко разыграл на фланг и... Карим Манников. Первая попытка. 1-0. Впереди сборная команда России. И вот это опасно. Это опасно и это 1-1. 1-1. Не удержали. Здесь увлеклись остановкой одного игрока. Рома! Нельзя возвращаться оттуда пешком! Рома! Встать! Собрано! Собрано! Все, комбинация идет! Понимаете? Рома! Стоп! На вот эту не скалкиваемся. Играем все свое. Понимаете? Да. И... И все! Финал! Все! Сборная команда России побеждает в матче финального чемпионата Европы со счетом 4-2. Это исторический момент первого чемпиона Европы по снежному регби. А эмоции какие сейчас? Да супер! Лучшие эмоции! Потому что России чемпион! А чего ты плачешь, что ли? Победа! Я просто... ...очень эмоционально. И столько пережила. И на сборах, наверное. Ну и тут немножко получила травму. И поэтому для меня эта победа очень тяжело далась. Спасибо за просмотр!